Часто ли такие вопросы задают вам ваши клиенты? Почему такое происходит? Клиент ходит на процедуру, например, та же зона над верхней губой. Через две недели приезжает и повторно вы работаете теми же зондами или иголками на той же мощности. Та же зона, тот же аппарат. Но клиент жалуется на то, что у него остались следы, сильный отек и, как следствие, может быть рупцевание. Происходит это в первую очередь из-за того, что специалист не определился с кожей. Скорее всего, мы говорим сейчас про чувствительную кожу. И в этом случае интервал между процедурами должен быть больше. Сама процедура должна проходить меньше по времени. Мы прореживаем зону. Это касается и зон рук, если мы говорим про чувствительную кожу, зон бедер, белой линии живота. А в этом случае мы всегда прореживаем, видя, что у клиента чувствительная кожа. Она приходит на пробу. Первое, что нужно учитывать во время электроэпиляции, это показатели на аппарате. Минимальный ток, но при том, чтобы волос выходил свободно, это наше главное правило. Второе, использование агнонсекционных иголочек. Об этом я подробнее расскажу в следующих рилз. Третье, это минимальное количество по времени процедуры. Продолжение следует...